Смотрите, чтобы вас не обольстили вот этими пустыми словами, пустыми какими-то презентациями, потому что это ложно, и в этом нет никакой истины. А истина в том, что у каждого из нас есть помазание, и это помазание учит нас всему. И, конечно же, у нас есть учитель, да? И когда у меня спрашивают, а у тебя есть учитель? Да, у меня есть учитель. У тебя есть гуру? У меня есть гуру. У тебя есть рави? У меня есть рави. Кто это? Это Христос, правда же? У нас есть один учитель, один гуру, один рави, и его имя, и его имя Иисус Христос. Иногда, когда люди задают мне вопросы, пишут письма в социальных сетях, я удивляюсь. Думаю, неужели люди думают, что существует кто-то, кто может ответить на их вопрос? Потому что люди пишут мне, но такое чувство, что они пишут как будто Богу. Они такие задают вопросы, они думают, что я вот тут помолюсь и буду им говорить, как будто я знаю всегда, что и как говорит Бог. Я даже как-то общались с молодежью, я говорил, что на самом деле некоторые видят во мне специалиста по тому, что и как говорит Бог. Даже мне сделали такую забавную на телефон чехол, там прямо написано, специалист по тому, что и как думает Бог. То есть вот если вы не знаете, что и как он думает, есть специалист. Если сомневаюсь, у меня прямо на телефоне написано, что я специалист по этим всем вопросам, что и как думает Бог. И вы можете обращаться. Конечно же это шутка, конечно же юмор. Но печально в том, что для некоторых это не шутка. Они на самом деле думают, что существуют на земле какие-то специалисты по тому, что и как думает Бог. И вся проблема в том, что нужно такого специалиста найти. Нужно найти вот такого специалиста. И много очень в мире там людей, которые вроде бы являются христианами в постоянных каких-то поисках специалиста. Я был так удивлен, когда у нас наш Сбербанк во время каких-то своих выездных семинаров пригласил одного вот из таких специалистов. Садгуру пригласил. Такой индийский гуру, вот специалист. Потому что и как думает Бог, человек, который подначитался каких-то вед, писаний и говорит умные порой мысли, взятые из вед. Но при этом какие-то свои вещи делает настолько странные, настолько несуразные, настолько глупые. Но эти вещи, они работают не просто на каких-то там темных необразованных бабок. А на наших работников финансовых, там работников Сбербанка, то есть людей, там топ-менеджеры собираются. И слушают этих псевдогуру с их всевозможными псевдоучениями, всевозможными псевдонаставлениями. Некоторые говорят, ну там же есть интересные мысли. Да, это и есть интересные мысли, которые этот псевдогуру сам поднахватался, поднабрался. Но это все, настолько все разбавлено своим самолюбованием, своей какой-то вот этой плотью всевозможной. Настолько это все выглядит странно, настолько это все выглядит нелепо. И, к сожалению, у нас в христианстве тоже немало такого. Возникают эти вот такие христианские гуру. Ну их не называют, конечно, гуру. Мы не на санскрите разговариваем, мы говорим на других языках. Но суть одна и та же. Вот какие-то учители. И когда начинаешь приглядываться к этим великим помазникам, как мы их называем, то видно, что и пророчества их, как правило, не исполняются. То есть попадание их пророчеств, знаете, в системе погрешности находится. И массовых исцелений не происходит, о которых они могут публично заявлять. Но все равно, так или иначе, возникают вот эти псевдопомазники, вот эти фигуры какие-то великие. Причем одного разоболочат, другой возникнет. Этого разоболочат, третий появляется на горизонте. И у меня возникает порой даже вот это ощущение, что немалое количество христиан, они находятся вот в поисках этих равви, гуру, специалистов по тому, что и как думает Бог. Регулярно разочаровываются. В последние месяцы возникла вот эта ситуация с этими всеми событиями, когда в стольких разочаровались проповедниках. Почему? Да потому что прежде очаровались слишком ими. И недаром одна из заповедей, наряду с «не убей», наряду с «не кради», «не пожелай жены имения ближнего твоего», заповедь «не сотвори кумира», не сотвори кумира, не сотвори себе вот этого идола, который, как ты думаешь, он как-то ближе к Богу, чем все остальные. Он как-то больше все понимает. Каждому из нас что-то открыто. Но важно осознавать, нет вот этих супердуховных людей. Нету и никогда не было этих суперпомазанников всевозможных. Об этом Сын Божий и пришел нам сказать. Это Он и пришел нам показать, что все, сегодня время церкви. И помазание, оно сошло на церковь, на народ Божий. Почему мы собираемся, почему мы нужны друг другу? По идее, каждый из нас мог бы лично молиться и лично читать Библию. Но мы нуждаемся в общении. Почему? Да потому что каждый из нас, как бы он Бога не переживал, как бы он не наполнялся Богом, какие бы чудеса в своей жизни он не видел, это лишь маленький фрагмент. Это как вот картинка, состоящая из множества пазлов. Каждый из нас – это один из пазлов. Конечно, важно, чтобы мы были ярким пазлом, чтобы мы были читаемым пазлом, но каким бы ярким, каким бы благословенным верующим ты не был, мы нуждаемся вот в этих взаимоотношениях с другими. Только так может возникнуть картинка, потому что один человек не может воплотить в себе полноту всего. Был Иисус Христос. Написано, в нем обитала полнота наполняющего все во всем. Все, больше нет таких людей. Не существует. И не нужно искать таких людей. Не нужно бегать за этими. Конечно, думаешь, ну вот, я не ищу таких людей. Но по сути, многие верующие именно подобными поисками и заняты постоянно поисками этих всевозможных специалистов. И драгоценные, поэтому и разочарования так много. И в последние месяцы так много. В разных известнейших проповедниках разочарования. И вообще, в принципе, все эти известнейшие проповедники, как правило, это раздутые фигуры с раздутыми какими-то там чудесами, с раздутыми духовными переживаниями. Поэтому Библия учит нас, чтобы мы думали о себе скромно, по мере веры, которую каждому Бог уделил. Это очень важно, очень важно. И большее среди вас, Иисус постоянно подчеркивал, когда будет вам слугою. То есть тот, который служит вам, проявляет любовь к вам. Пастырь – это не супердуховный человек, который знает, на ком жениться, за кого замуж выходить, кому нужно в какую дверь стучаться, кому нужна какая работа. Нет. Пастырь – это человек, который просто-напросто призван заботиться, служить, любить стадо Божье. То есть людей, которым принадлежат Господу и ищут Его лица. Конечно же, если мы с вами откроем Ефесиным 4 главу, то здесь апостол Павел, обращаясь к христианам, пишет 11 стих. И кажется, то, что он пишет, апостол Павел, противоречит тому, что учил Христос и учил апостол Иоанн. Однако, на самом деле, Павел не противоречит. Мы посмотрим, какую другую грань он показывает. Вот посмотрите, 11 стих. Ефесиным 4 глава, 11 стих. «И он поставил одних апостолами, других пророками, иных евангелистами, иных пастырями и учителями к совершению святых на дело служения для созидания тела Христова. Да коли все придем в единство веры и познания Сына Божия, в мужа совершенного, в меру полного возраста Христова». Кажется, ну как же, тут же написано, да, у апостола Павла написано, что Бог ставит, не только пастырей и евангелистов, но и у учителей ставит, вот, к совершению святых на дело служения для созидания тела Христова. И вот здесь, видите, апостол Павел показывает, что да, конечно, есть учителя. Вот знаете, особенно у нас в русском языке. Вот порой мы верующие путаем, путаемся в ударениях, да, и когда вот мы говорим там служители Божьи, да, некоторые называют служителя, но служителя это неправильно, правильно? Служители Божьи, да. Какие еще у нас? Ну пожертвования, ладно, я про служителей, пастыри, не пастыря, как некоторые там любят, или епископа, нет, епископы. Епископы, пастыры, служители, а не служителя, пастыра или там епископа. Но есть вот слово учители. Вот тут как правильно, учители или учителя? На самом деле и так правильно, и так правильно, потому что разница в значениях. Учители это одно, а учителя другое. Учителя, это вот в школах, там, в каких-то секциях, есть учителя, которые учат, которые, как мы называем, педагоги, да, а учители, это вот уже учители жизни, там, духовные, там, учители всевозможные. Так вот, в христианстве должны быть учителя. Но не может быть вот этих величайших учителей. У нас один учитель, написано в Евангелии, его имя Христос. Это Иисус Христос. Учителей у нас не может быть. А учителя есть, да? Как вот есть учителя в школе. Какая их задача? Помочь там, помочь ребенку выучить таблицу умножения. Помочь там какие-то вещи пройти там по литературе или по языку, или еще что-то такое. Конечно, можно и самому заняться математикой. Но если тебя учитель придет и покажет тебе какие-то примеры, он тебя как бы научит знанию, которое уже накопилось, это тебе, это твое обучение сделает более быстрым и более эффективным. Вот. Но, например, учитель математики, он же не делает себя неким посредником между тобой и математикой. Ты ему говоришь, дважды два. И приходишь к учителю, сколько будет? И он такой, вот так, математика говорит, четыре будет. О, точно, четыре будет. Трижды три, сколько будет? Математика говорит, девять будет. Цель учителя – это не стать посредником между математическим знанием и тобой, невежей. Цель научить тебя, чтобы ты сам мог считать и знать таблицу умножения. Вот какая задача. Так вот, драгоценные, точно так же в христианстве есть учителя. Их задача – помочь, да, в изучении Священного Писания, в изучении Библии, в изучении каких-то духовных истин, чтобы наше познание, познание Слова Божьего, Священного Писания было и быстрее, и эффективнее, да. Безусловно, конечно же, мы друг друга все, мы все друг для друга являемся в чем-то учителями. Мы учим нашими жизнями друг друга. И безусловно, и пастор, и проповедники, все люди, которые находятся на сцене, они должны быть учителями. И учителями жизнью своей, там, семейной жизнью, на работе где-то. Мы должны быть неким примером, то есть учить людей своими примерами. Но когда люди, поднимаясь на сцену, становятся как бы некими духовными посредниками, и мы приходим, у меня вопрос, а вот как же, как же вот, за кого мне замуж выйти? Сейчас Бог даст ответ, и духовный учитель уходит, и говорит, вот за того. Нет. Цель настоящего духовного в церкви учителя научить нас, научить верующего, лично искать лица Божьего, научить духовным принцам, чтобы он лично молился и лично находил вопросы в своей жизни, в разных ситуациях, при разных обстоятельствах. Конечно же, я еще раз говорю, есть искушения, и искушения подвержены все люди, в том числе и пасторы, и проповедники, и библейские учителя, как бы стать кем-то особенным, великим таким Божьим оракулом каким-то, таким великим помазанником, который наставляет тут всех, руководит всеми, направляет всех. И вот за счет какой-то такой напористости, наглости, в чем-то даже нахальства, где люди пробиваются, и у них такой ореол там, ой, ты такой великий человек, он нас тут всему учит, и он знает, что такое дважды два, и он нам скажет в следующей проповеди, а в трижды три он нам скажет через месяц, что это означает. И вот люди, они вокруг них ходят этими хороводами, и вот потом проходит время, и вдруг оказывается, что этот какой-нибудь духовный великий учитель, там чуть ли не с полцеркви, женщин переспал, или там пьяница оказался, и пьет все время там сидит. И все такие, как это такое разочарование, а мы-то думали, а мы-то думали, вы сами создали себе, вы сами создали себе этого кумира, вы сами создали себе этого идола, сами создали. У нас должны быть учителя, но эти учителя никогда не были, и не должны быть никакими посредниками. Да, есть люди, которые больше Библию читают, больше знают библейских каких-то вещей, которые уже больше времени, Они специально тому уделили силы и время, чтобы изучать, исследовать священное Писание. И, безусловно, Библия об этом говорит, что к тем верующим, которые трудятся в Слове, к служителям Слова, проповедникам, пасторам, должно быть правильное, уважительное отношение. Написано у Павла, что те, кто трудятся в Слове, они достойны сугубой чести. Там написано дословно двойной чести достойной. Да, нужно уважать, не нужно приобретительно относиться к служителям, потому что это те люди, которые посвящены телу Христа, посвящены церкви, которые стремятся, если, конечно, они настоящие служители, да? Если они настоящие служители, то их какая задача? Их задача, еще раз прочитаю, всех вот этих служителей, в том числе библейских учителей, к совершению святых. То есть, чтобы совершенствовали святые, да, на дело служения для созидания тела Христова, то есть, чтобы церковь созидалась. Спасибо.